Друзья, всех приветствую! Сегодня хотел бы поделиться, ну, даже скорее не своим мнением, а таким наблюдением. Подозреваю, что будет много дизлайков, возможно, отписок, возможно, кто-то скажет, Макс, а ты что-то на себе возомнил, что ты тут выпендришься? Но, тем не менее, считаю своим гражданским долгом обратить внимание отдельных товарищей, которые хотят повышения, которые переживают за то, что их ущемляют в каких-то правах, и не поймут, да, почему начальники к ним так негативно, либо, ну, как-то беспринципно относятся. Но прежде, конечно, не забывайте нажимать на кнопочку подписаться, оставлять лайк, комментарий в поддержку и призываю всячески выражать свое мнение, потому что комментарий, конечно, это отдельная ценность на моем канале «Мастерки пиановахте». Так, друзья, вот такой вопрос хотел бы я задать. Вот если человек стремится расти по карьерной лестнице, хочет постоянно, регулярно повышение, да, разряд, там, квалификацию, должность, должен ли он говорить, должен ли он писать грамотно, ну, с точки зрения, там, правил русского языка. Вот кто-то скажет, да, Макс, зачем вот тут рабочим технических специальностей вообще русский язык? Главное, там, провода грамотно крутить, гайки там что-то, зачем вот эту литературу там изъясняться как-то высоко, да, соглашусь, да, но до тех пор, пока это не коснется именно ваших прав. Вот смотрите, у всех сейчас есть, да, вот такие групповые чаты на работе, и там, значит, вступаем в переписку. И вот, когда я наши групповые чаты читаю, такие агрессивные, я бы сказал, послания, то есть я умею читать между строк, там, вот, саму суть вот этого текста, когда понимаешь, они написаны вот совершенно как-то безграмотно, не соблюдается ни орфографии, ни пунктуация, ни просто какие-то слова между собой никак не коррелируют, да, вот такое слово. О чем это говорит? Это говорит о том, что у человека низкий образовательный именно уровень. Как это может ему помешать по жизни? Вот спросите мне, да, вот из опыта хочу сказать, что при работе в полиции, когда, значит, заявление подает кто-то, ну, там, заявление преступлений, либо от руки пишет объяснительную. В любой другой службе, я уверен, в пенсионном фоне, возьмите там здравоохранение, когда ты просто берешь вот это заявление, да, там, текст от руки, и видишь, что оно написано, например, ну, человеком простым и таким, неграмотным, да, то есть ты понимаешь, что он, в принципе, не способен, он не знает, как защищать свои права, он не знает, там, куда жаловаться, да, куда писать, кому звонить. И начальник, вот даже руководитель, который, ну, не хочет заниматься этим человеком, он просто посмотрит на текст и поймет, что этого человека можно просто отшить, там, в любой момент он жаловаться никуда не пойдет. Ну, там что-то побулькать, да, но последствий это никаких не произведет. И наоборот, вот, когда заявление принимаешь в полиции, понятно, что не хотят там лишний раз там куда-то выезжать, что-то расследовать, лишь бы вот дежурство спокойно прошло, да, читаешь заявление, например, о квартирной краже. И там все грамотно, четко, там, я бы сказал, юридическим языком, когда все это описано, да, плюс, когда замечаю, что сложные обороты, вот эти вот, расстановка запятых, знаков пропинания, а понимаю, что тут нужно, как бы, отработать по полной, это уже ясно из характера текста. Понятно, что вот такой вот навык, умение, оно не приобретается там не за год, это годами вырабатывается. Вот сейчас поделюсь таким, у нас экзамен, когда я был, я вот на журфаке учился в свое время, предмет был именно пунктуация. Тогда еще интернет так не было, ну, не так сильно распространен, как вот сейчас везде, с любой розетки. И нам, вот декан у нас преподавал в факультете, просто нашей группе раздал в учебном классе листочки. У каждого был там абзац, у одного там Толстой, у другого Гоголь, у третьего Достоевский. И вот по абзацу было напечатано без знаков пропинания. Нужно было просто расставить в нужном порядке запятые, тире, точки, все, что как мы там считали нужно. У всех были вот эти разные листочки, не спишешь, то есть такого у всех еще тапики были. Чисто нужно на свои знания, даже на интуицию надеяться. Мне, по-моему, даже отрывок из Хаджи Мурата Толстого достался. Задание, кстати, сделал, все как бы за эти ошибки. И он уже просто поставил мне там соответствующую оценку, ну, положительную. Так вот, вот хочу даже не пристеречь, просто говорю в свое наблюдение. Когда вы там что-то пишете в общем чате и думаете, что вот эта неграмотность, и даже пренебрежение языком не играет никакой роли, это абсолютно не так. Потому что, когда кто-то из начальников читает, например, связанную грамотную речь, которая там, так, я требую там обеспечить меня всем необходимым инструментом, положенным, т.д. Он говорит, опа, ага, этот товарищ может найти следственный комитет, куда-нибудь, в трудовую инспекцию нормально заявление написать. А когда он читает, когда там, э, б, м, там, можно все, иди-куда хочешь. И отдельно я держал такие заявления на повышение разряда. Пишет работник в аттестационную комиссию, прошу присвоить мне пятый разряд, потому что я умею читать схемы, чертежи, расключать кабель, выполнять сложные работы. И вот я несколько из таких заявлений в руках держал, даже по почерку, корявый, некрасивый почерк с ошибками. А я уже на этапе прочтения, я уже понимаю, что рука бы не поднялась написать просто заходотайствую в приемную комиссию на повышение разряда. Принять коллекционный экзамен. Поэтому, друзья, товарищи, если у вас не лады с родным языком, понятно, это не то, что не всем дано. Может где-то и не пригодится, но если вы высказываете свои мысли в таком агрессивном ключе и совершаете ошибки, то будьте готовы, что ваше мнение, ваши просьбы, требования будут игнорированы. Именно из-за этого такого незначительного фактора, как запятая, либо что-то, какой-то знак пропитания, либо букву как-то не так поставили. Спасибо за внимание. Надеюсь, я дойду до вас, что хотел выразить. Просто, косноязычно, тема все-таки она немножко более широкая. Не хотел никого убедить, не хотел сказать, что я пишу без ошибок, я такой крутой. Нет, совершенно не так. Я за компромисс, чтобы всем было хорошо, потому что, когда и работодатель, и сотрудник у них соблюдены, как они считают, их интересы, результаты в конечном счете получаются гораздо более высокие, чем когда каждый по себе и все воюют друг с другом. Спасибо за внимание. Всем успехов в труде, безопасной работы. Пока.